Очень важно не только вырастить хороший чеснок, но и сохранить его в целости и сохранности, хотя бы не до нового урожая, но хотя бы до мая, до июня месяца. Чеснок можно хранить разными способами. Можно хранить его в погребе. Я так раньше хранил там температуру 1-2 градуса тепла, и чеснок хранится в принципе неплохо. Он не подсыхает и не портится, но есть один минус. Когда наступает весна, температура в погребе все равно потихоньку начинает повышаться, и чеснок начинает прорастать. То есть практически так он хранится где-то до мая месяца, не позже. И то в лучшем случае. Чтобы этот процесс хранения чеснока в погребе немного улучшить, я даже делал следующее. Берется головка чеснока перед хранением, и немножечко обжигаются корешки в пламени свечи. Так он дольше не прорастает. Но все равно, в погребе рано или поздно он начинает прорастать. Но это неудобно. Не говоря о том, что надо за ним в погреб ходить, постоянно приносить и все такое прочее. И вот в последнее время я перешел к хранению чеснока в квартире. В квартире у меня очень сухо. Чеснок хранится в кладовке. Он, конечно, там не прорастает, хранится хорошо. Но есть другой минус. Он начинает высыхать. Поскольку в квартире у меня очень сухо, 12 этаж, и вот в кладовке хранится у меня чеснок. И он постепенно начал пересыхать. И к тому же к маю месяцу, тем более к июне, он терял свои свойства. Долго я не мог ничего придумать. Как же с этим бороться? И хранится вроде бы хорошо, но только вот такая беда, что пересыхает. И вот в конце концов, методом проб и ошибок, я придумал такой способ. Хранится чеснок у меня сейчас в коробках. Ну, в таких обыкновенных картонных коробочках в один-два слоя. И вот периодически, чтобы он не пересыхал, я делаю что? Я беру слегка смоченную тряпочку. Такую, ну, волглую, можно сказать, слегка тряпку. И коробку сверху покрываю этой тряпкой. И там тогда образуется соответствующий микроклимат. Уже там не так сухо. И вот таким образом чеснок хранится хорошо. И вот периодически менять эти тряпочки на коробках с чесноком, ну, раз в неделю может быть. Иногда, может быть, даже и пореже. Это никакого труда не составляет. Зато чеснок у меня-то и стал пересыхать. И теперь он хранится, ну, по крайней мере, до июня свободно. Может быть и дальше бы хранился, но просто он, как правило, уже к этому времени кончается. Да и не нужен к этому времени уже много очень зелени разной. И чеснок уже не особо нужен. И вот таким способом я сейчас уже несколько лет храню чеснок. Хранится он хорошо. Вот сегодня я посмотрел, в каком он состоянии. В принципе, порченого чеснока практически нету. Можно вполне использовать его и дальше. Его уже немного осталось. Ну, может, одна коробочка всего. Но этого вполне хватит до июня месяца. А может, чуть-чуть даже и дольше. Вот таким простым способом можно легко сохранить чеснок в квартире. Это он пригодится только тем, у кого в квартире сухо. Если в квартире или там частный дом, там достаточно влажно в комнатах, то тогда этот способ, видимо, не подойдет. Там нужно что-то другое смотреть. Сейчас конец апреля. Видно, что на улице пасмурно, прохладно. И вот сегодня я провел ревизию чеснока. Вот он чесночок. Чесночок хранится неплохо. Очень крепкий. Порченого чеснока практически нету. И вот в таком виде он, в принципе, неплохо хранится до июня месяца. В июне он просто обычно уже заканчивается. А так, возможно, хранится бы и дальше. Это, я напомню, это озимый чеснок. Яровой тут еще лучше хранится. Ну и озимый чеснок сохранить, в принципе, тоже несложно. Чеснок в хорошем состоянии.